Талмуд Кажется, совершенно сумасшедшая идея, чтобы русский человек начал читать Талмуд. Для чего бы это ему понадобиться могло? И я тоже совершенно не призываю к тому, чтобы русский человек изучал Талмуд. В конце концов, наука движется таким образом, что однажды изученная уже принимается далее на веру и не становится предметом тщательных изучений. Возможно, когда-то у русского общества будет достаточно средств для того, чтобы содержать тех, кто тщательно изучает иудаизм, но уже проделана определенная работа, надо основываться на том, что уже есть. Нет необходимости читать крайне сложные, запутанные тексты, которые сами иудеи не могут разобрать. Груды этой раввинистической литературы, сам Талмуд в двух изводах, из которых один совершенно неприемлемый, и его сами иудеи признают невозможным для понимания, так называемый Иерусалимский Талмуд пользуется Вавилонским. Надо основываться на тех исследованиях, которые уже проведены, и в 17-18 веке европейские ученые тщательно исследовали то, что было тогда, и те публикации, которые были, в дальнейшем неоднократно Талмуд сжигался, многие тысячи экземпляров, все, которые только могли находить в европейских государствах, в Германии, во Франции, в Италии происходили уничтожения там, где, очевидно, антихристианские и античеловеческие тезисы высказывались, считалось неприемлемым. И поэтому сейчас вы просто не найдете тот Талмуд, который на самом деле и являлся основой иудейского вероучения. Поэтому нет, не надо читать Талмуд, не надо читать груды раввинистической литературы. Они исследованы. Один из исследователей, тщательных исследователей, это Яган Эйзенменгер, немецкий ученый. Он 18 лет проработал в тесном контакте с иудеями, и они его считали за своего. Многое, что он смог прочесть, он получил из рук тех, кто от других, наверное, скрывал бы эти тексты. И когда обнаружилось, что Эйзенменгер все это время писал свой основополагающий труд и собирается выпустить двухтомник, два тома по тысяче страниц, раввины пошли к нему и предложили денег, чтобы он не выпускал эту книгу. Он их, как говорится, сегодня послал куда подальше. Они вышли от него и всем остальным сообщили, что он запросил с них слишком много денег. И отправились в дворцовые коридоры к германскому императору Священной Римской империи, где добились решения об аресте тиража. 2000 экземпляров тогда, в 1700 году, вдумайтесь в это время, в 1700 году оказалась есть такая экстремистская литература, исследующая корни иудаизма, которую нельзя публиковать, запрещено было. И как-то очень быстро, через 4 года, Зинменгер умер, так и не дождавшись. То есть он получил в руки эту книгу. Конечно, она у него была, но распространения никакого не получила при жизни. После его смерти друзья добились того, чтобы в Кенигсберге была издана заново эта книга, и профинансировал ее, и помог, поддержал это издание. Тогдашний прусский король. Точнее, тогда, в тот момент, еще не был королем, но стал через некоторое время. И вот благодаря этой поддержке книга дошла до наших дней. Впрочем, и первое издание тоже не исчезло, оно где-то там лежало под спудом, в конце концов тоже было распространено. Вот примерно 5000 экземпляров этой книги, двухтомника, распространилось по миру, и в некоторых университетских библиотеках сканы этой книги выложены. Прочитать ее совершенно невозможно, потому что она набрана на готики. Перевести ее в текстовый формат никто не рискует, потому что распознание готики современной цифровой техникой слишком сложно, и сама готика бывает многих видов. Вот я тоже не взялся оцифровывать 2000 страниц. Я решил первоначально взять в руки английский перевод, который вышел в 1747 году. Тоже это было очень давно. То есть это почти 300 лет назад. Ну а сама книга более 300 лет назад, как я уже сказал, 1700 год появления книги. В Англии планировалось тоже издать двухтомник, но тиражом не по 1000 страниц, а по 400 страниц. Первый том точно вышел, его скан я нашел. Второй том я не обнаружил, и, скорее всего, он и не вышел. Потому что нигде этого скана, рядом со сканом первого тома, нет. Один английский профессор заказал перевод, и к этому переводу еще выпустил достаточно, приложил объемное свое предисловие, которое я решил сделать послесловием, чтобы именно текст Изинменгра шел впереди. И вот этот английский перевод, я надеялся, что английский текст будет более приемлемым, он и более позднего выпуска, и английский язык, я знаю, гораздо лучше, чем немецкий. Но вышло как раз так, что я и не ожидал, что настолько сложным будет перевод, и религиоведческий текст вообще оказался крайне сложным для перевода. Я думаю, что и профессиональному переводчику это было бы сложно. Отчасти спасало то, что я проверял все цитаты по Священному Писанию и приводил их в трактовки синодального перевода. Это не совсем корректно, не совсем правильно, потому что сам синодальный перевод является насыщен, точнее, фрагментами, которые зачерпнуты из латинских текстов, а латинские тексты зачерпнуты из иудейских текстов. Хотя, по-хорошему, надо было бы основываться на древнейшем тексте Ветхого Завета Септуагинти. И этот текст может быть восстановлен, он был восстановлен, так называемая Елизаветинская Библия, но на церковнославянском ее еще труднее превратить в русский перевод, чем перевести с английского языка Менгера. Поэтому кто-то занялся бы этим. Я надеюсь, что все-таки знаю исследователей, которые готовят перевод на современный русский язык Ветхого Завета с учетом всех сохранившихся фрагментов и всех трактовок этих фрагментов, именно Септуагинты древнейшего греческого текста, не иудейского, греческого. Тогда разные языки и тексты, подчеркну еще раз, Ветхий Завет исходно, разной языки, он не составлен на одном лишь языке. Условно это называется палеоеврит. Но там огромное количество диалектных форм, которые вовсе не принадлежали какому-то одному народу. И как такового единого народа, еврейского народа, как сейчас принято считать, что в древности жил еврейский народ. Нет, не было такого народа, было население. Если мы сейчас называем, например, москвичи, это не один народ. Вот тогда и евреи назывались не один народ, а население некой территории, который постепенно там какие-то традиции вырабатывал, но жило в том числе и с другими народами совершенно иных вер и иного происхождения через полосно. Поэтому там не было никакого, как в нашем понимании, национального государства или национальной территории, выработанных традиций, единого языка. Ничего этого не было. Евреи не были народом, не были. И из Египта тут тоже вышло, Моисей вывел разноплеменную, разноязыкую массу. Поэтому и тексты были написаны на восточных языках различных. Хотя шрифт, может быть, был один и тот же. Или пытались иудейские мудрецы, пытались переписать все одним шрифтом. В общем, весь этот массив древних текстов затем был переведен на греческий язык, который был общедоступным. И к рубежу эр, к началу христианской эры, уже сами иудеи говорили на арамейском языке, то есть на языке общем для Ближнего Востока и, может быть, более обширных даже территорий. А писали-то по-гречески. То есть образованный иудей писал только по-гречески, говорил на арамейском. Поэтому, кстати, все тексты, которые потом пытались осмыслить, иудеи, исходя из Талмуда, они сами не могли понять, что там написано в Талмуде-то. И им пришлось там тоже собирать такие группы мудрецов, которые придумали бы огласовки, вставляли гласные буквы, потому что на палеоеврите, или на иврите, точнее, который он, собственно, и мертвым языком тогда являлся, какие гласные куда вставлять, и как каждое слово переводится. Они тоже переводили, и никакого исходного, вот такого изначального текста у них не было. Был перевод. И самый надежный перевод – это септуагинта. К сожалению, нет этого текста, нет на русском языке, на современном русском языке текста септуагинты или Ветхого Завета, основанного на древнейших текстах, не существует. Московская патриархия, потому что этим не занимается, это им неинтересно, как и каноничность своего собственного статуса тоже абсолютно неинтересна. Но одно дело церковь, которая заинтересована в достоверности древнейших текстов и переводе, другое дело московской патриархии – это такое политуправление, главное политуправление по манипулированию жизнью верующих и, естественно, и священства. Оттого весь и кризис веры и так далее. Чего, собственно, я-то добивался тем, что занимался этим переводом Эйзенменгера, книжки, которые, можно сказать, из известных мне, самая ранняя из запрещенных. Потом она, конечно, запрещенной не была, но ее вот с тех лет, с 1711 года, ни разу не переиздавали ни на каком языке. Были только короткие переводы, сокращенные переводы. Один из переводов английский, вот тот, который я взял, и я перевел его, и, естественно, там большая редактура была, и потребовало это огромных усилий, просто невероятных. Я бы сказал, что и психологически эта книга меня очень сильно утомила, это более полугода занятий, вот эта книга, «Равинизм. Мистика небылицы и подлоги». Зачем этим заниматься? Вообще заниматься надо... Нас вообще, как исторический народ русских, волнует все, абсолютно все проблемы, которые есть у человечества. Но, естественно, не все должны знать обо всем, это и невозможно. И даже специалисты по определенным направлениям. Вот некоторая часть русского общества должна быть осведомлена в том, что такое раввинизм раввининской литературы, какие концепции человечества, окружающего мира проповедуют. Это часть населения Земли. Почему есть радикальное противостояние? На одно и то же иудеи и христиане говорят, одни черные, другие белые. То есть прямо противоположные трактовки. Трактовка древности Новым Заветом и трактовка древности Талмудом. Прямо противоположные и несовместимые. Ничего общего между христианами и иудеями нет. Не просто ничего общего, а все противоположное. То есть есть, например, отношения между людьми «я» и «иной», а есть «я» и «чужой». То есть человек, который мне, скорее всего, непонятен. И «я» и «враг». То есть у нас противоположные ориентиры, поэтому мы не просто «чужой», а противник, оппонент, причем оппонент во всем, абсолютно во всем, то есть в основах жизни, в религиозных основах жизни, это оппонент. Поэтому, когда говорят, ну вот, «а я такой крутой, я отрицаю и иудаизм, и отрицаю и христианство». Ну, это значит, между «да» и «нет» пытаются найти какую-то лазейку и туда проскользнуть. И обычно сваливаются в повторение иудейской клеветы на христианство, оскорбление Христа и оскорбление многих поколений русских христиан и христиан вообще. И это, конечно, иудизация мозгов. Может быть, невольная. Человек думает, что он, ну вот такой, он обращается к каким-то там древним богам, о которых он не знает абсолютно ничего и знать не может, потому что от них не сохранилось ничего. И у русских не было никакого единого пантеона древних богов. И когда святой Владимир, еще в более раннем состоянии, еще не будучи святым и не будучи христианином, попытался собрать этих богов в единый пантеон, то есть повторить до некоторой степени пантеон греческих богов, то у него ничего не получилось. И пришлось ему этих кумиров сбросить в Днепр. И они уплыли в Черное море и больше не возвращались. Потому что, ну это разные, разные ситуации. Вырастание древнегреческой цивилизации. И там тоже очень сложная проблема, отдельный разговор про то, что такое было многобожие у древних греков. Актуально его не было. Актуально его не было, но это другая тема. То есть поиски духовных основ существования человека, богоискательство приводит всегда к одному и тому же, к монотеизму. Никакого политеизма в развитых цивилизациях нет и быть не может. И в Египте, который как бы вот такой образец политеизма, тоже монотеизм. Если разберемся, так и увидим. Отвлекся я опять, и снова об этой книжке, раввинизм, некоторая часть русского общества должна разбираться в том, что такое иудаизм, и вот его различные элементы. Его противоречивость, споры между раввинами и так далее, разные трактовки. Но они между собой-то спорят, но в главном все равно остаются для христиан оппонентами. Я прочту некоторые моменты. Здесь отражено не все сочинение Эйзенменгера, а только его часть. И я собираюсь выпустить еще одну часть, если у меня сил хватит, для перевода уже с немецкого языка, другого варианта, в конце 19 века, тоже сокращенный, там втрое сокращенный вариант, был издан. Я намереваюсь тоже, это очень тяжелая работа, оцифровка готики, и я намереваюсь это сделать и выпустить следующую, еще одну книгу подобного типа. Ту книжку, которую я выпустил, я разбил на два куска, как она исходно была разбита, только переставил местами. Эйзенменгер вперед. Еще раньше это довольно обширное мое предисловие, которое объясняется по некоторым острым вопросам. И сочинение профессора Штихелина, члена британского, лондонского королевского общества, поставлено мной в конец этой книги. Книга Эйзенменгера получила, в данном случае, его фрагмент названия «Традиции иудеев», так как и было издано на английском языке. И вот ее содержание. Я так бегло пробегусь, чтобы те, кто захотят заказать эту книгу, могли понимать, о чем идет речь. Специально разбил все для простоты понимания на фрагменты, которым дал название. Вот просто сплошной текст, каким было исходное издание, читать крайне трудно. Я вот облегчил для читателей, дал название, их прочитаю, они как бы отражают содержание этой книги. Первая часть – «Извращение ветхозаветных преданий». Азбука идет «Содержание Талмуда», «Устный закон», «Басни о приключениях Моисея», «Противоречия между талмудистами», «Небылицы о сотворении Адама», «Клевета на Адама и Еву», «Научение Адама», «Посох Моисея», «Наследники закона», «Каин и летающий Авель», «Вожжи Авраама», «Замуж в три года». Ио всю жизнь учит закон. Закон изучают в утробе матери. Талмуд выше Библии, «Рабы равинов», «Невеждам перерезать горло любопытной равины». Некоторые названия интригующие, другие понятны, о чем идет речь. Следующая часть – «Дьяволиада». «Перетолкование писания в объятиях дьявола», «Игры царя Соломона с дьяволом», «Дьявол дурачит царя Соломона». «По совету дьявола». Следующая часть – «Равинские небылицы», «Великан Ог» и другие гиганты, «Мощь Авраама» и «Корстасары», «Морской бестиарий», «Небывалые звери и люди», «Фантастическая фауна», «Прочие нелепости», «Фальсификация слов писания», «Грех и смерть Моисея», «Обычаи Содома», «Приключения Давида», «Телепортация или прыжки земли», «Птичий язык» и «Ослиное благочестие». Третья часть – «Колдовство и кабалистика», «Говорящие буквы и черная магия», «Дух суеверия», «Кабала», «Откуда взялась кабала», «Алфавит для кабалистов», «Грехи равинов», «Лабиринты лжи». Четвертая часть – «Народы и их ангелы и демоны», «70 и один народ», «Боги, князья, владыки народов», «Злые ангелы», «Архидемон Самоэль», «Эпитеты дьявола», «Архангел Михаил». Пятая часть – «Смерть после смерти», «Ангел смерти», «За что живым берут в рай», «Смерть и равенские суеверия», «После смерти», «Дух и душа», «И еще одна душа», «Другие народы не люди», «Души человеческие и иудейские», «Сверхнормативная душа», «Последняя часть – «Доктрина о переселении душ» «Из тела в тело», «Душа Адама и душа Каина», «Души женщин и мужчин», «Виды переселения душ», «600 тысяч душ», «Переселение как наказание», «Нож без зазубрин», «Мытарство преступных душ», «История одного иудейского духа», «Равины противоречат друг другу», «Аргументы», «Ибур» – такое название, «Судный день». Дальше следует сочинение Штехельна «К преданиям иудеев», «Большой подлог», «Спор между раввинами», «Завеса лжи и абсурда», «Версия караимов», «Подмена предания», «Иные предания», «Пророки и законники», «Раскол среди книжников», «Источники подлога», «Забвение закона Божия», «Закрепление подделки», «От отвержения до изучения абсурда», «Уловки раввинов», «Выбешивание созаимствований», «Рай и ад раввинизма», «Благочестие раввинистов», «Иносказание и сокрытие тайн», «Увещевание раввинов» и «Приложение». Вот все, что есть в содержании этой книжки. Вы можете ее заказать у меня по электронной почте. Тираж очень небольшой. Так получается, что в рамках той поддержки со стороны читателей, которую я получаю, я и делаю тиражи. Сейчас тираж больше ста экземпляров. Абсолютно бессмысленно выпускать. Я еще покажу книги, которые хотел бы предложить публике. Я специально допечатал тираж, но вторая часть еле-еле расходится. Это «Болото XX века». Это параллели между Веймарской республикой в Германии перед приходом к власти нацистов и современной Российской Федерацией. Настолько близкие аналогии, что трудно было избавиться от соблазна отдать подробный комментарий к сочинению Альфреда Розенберга, которое я перевел и пересказал в этой книжке. Книжка 1930 года. Еще нацисты не у власти, никакого нацизма, никакой идеологии здесь нет. Здесь есть просто описание жизни в Веймарской республике. И буквально на любой сюжет, который предлагает Розенберг, можно предложить сюжеты из нашей собственной жизни. «Болото XX века». Такая довольно пухлая тоже книжка. Давно уже написал эту книжку, переиздал ее. Первая часть, первый тираж тоже разошелся. Здесь я ее издал в твердом варианте, в твердой обложке. Поколение обманутых физиков в хронике 80-х годов. Это скорее такая автобиографическая во многом книжка. Она как берет за основу то, что было вокруг меня и описывает обучение, которое касается соответствующих наук и что такое быть физиком. Я захватил 80-е годы, когда мог себя называть физиком. Защитил в 91-м году диссертацию. На этом мое занятие физикой закончилось, но ничего с тех пор не изменилось в лучшую сторону. Я бы сказал, что эта книга с одной стороны развлекательная, там очень много всяких сюжетов, прибауток, касающихся жизни физтеха. Вот МФТИ здесь написано, Московский физико-технический институт, который я закончил. А с другой стороны здесь предупреждение, что наука умерщвляется, и это делается последовательно и в течение уже многих десятилетий. А сейчас это настолько ярко и очевидно, что нет вопросов к тому, каковы цели нынешней власти уничтожения науки. Поэтому вы хотите стать физиком, хотите исследовать какие-то явления, которые еще не познаны, открытия какие-то сделать, а вас уже предусмотрели под списание. Вы еще только собираетесь заняться этой наукой. И еще раз отрекламирую книгу, которую очень рекомендую, книгу Дмитрия Крайнего «Идалище большевизма. Освобождение или небытие». Вот такая толстенная, могучая книга, которая собрала просто огромное количество разнообразной информации из разных источников и полемизирует с теми, кто сейчас с одной стороны высказывает патриотические позиции, а с другой стороны занимается реабилитацией большевизма. В сталинском варианте наверняка вы знаете профессора Касатонова или других лиц, которые оправдывают, буквально оправдывают то живодерство, которое происходило тогда. А здесь очень подробная, особенно интересная экономическая информация, анализом экономики Советской России. институционной мало кто занимается, и что там происходило, это вот в этой книжке Дмитрия Крайнего вы сможете узнать, заказав эту книжку у автора по электронной почте стс-дима-собачка-mail.ru Я сейчас тоже работаю над книгой, которая близка по содержанию к этой, но несколько иначе построена и касается только старта большевизма с 17-го по 22-й год, тоже опирается на переводную книжку, которая вышла в 22-м году, и там много статистики, которая больше нигде не появлялась, сколько бы я ни искал. И я тоже вот этот перевод, пересказ растворил в своих собственных размышлениях и в тех данных, которые имеются уже в наши дни, которые можно найти в книгах Мельгунова или других о красном терроре, например. Я дополнительно очень кратко эти данные туда заливаю. Эта книжка будет небольшая, будет называться «Чума большевизма». Она, скорее всего, выйдет в конце года или в начале следующего года. Вот книжки, которые я рекомендую, вообще надо читать. русский человек должен быть человеком читающим, познающим, если глубоко не проникающим в какие-то отдельные вопросы, то в целом общий уровень образования это тот капитал, который сохранит вас для жизни будущего века, скажем так. Потому что в нынешнем веке вы уже непрофессионально не сможете состояться, ни образования где-то систематического получить. это все уничтожается. Вы сможете получить социальный статус только цифрового раба. И это неостановимый процесс. Вы его не остановите. Тем более, что точка невозврата уже пройдена и русские сдались. Надо прямо сказать, что от цифрового рабства русские не избавятся. Скорее всего, и весь остальной мир. Но быть самодостаточным человеком внутренне, духовно отделенным от жизни нынешнего века, от бесовщины, от князей мира сего, вы можете быть. Это возможно не перелистыванием, бесконечным перелистыванием страниц в интернете, а систематическим познанием этого мира, его социальной природы, его катаклизмов, его пороков, в которые вас также пытаются затянуть. И формирование своего собственного духовного стержня, духовного мира, который для русского человека не может быть никаким иным, кроме как православным и русским национальным, в котором заключено и духовное содержание истины для всего человечества, и исторической истины непосредственно для русских людей и русского народа. С тем мы сможем пережить эту орду и сохраниться для иной цивилизации, которая вырастет на разваленных цифрового концлагеря. Слава Руси! Господи, спаси!